Первые боевые «Соколы» и истребители F-16 уже на пути в Украину, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. Системы ПВО были задачей номер один для Украины и как следствие для Альянса, который её поддерживает. И я рад сообщить, что передача самолётов F-16 из Дании и Нидерландов уже идёт. И эти истребители будут летать в небе Украины уже этим летом для того, чтобы Украина могла продолжать эффективно защищаться от российской агрессии. Ещё один член авиационной коалиции Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, сообщил премьер-министр Йонас Гарстёре. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Декруа предусматривает передачу Киеву ещё 30 самолётов. Всего для защиты украинского неба нужно 128 истребителей, заявил Владимир Зеленский. Проблема F-16 заключается в количестве и сроках поставок. Но давайте будем честными. Россия ежедневно использует против Украины около 300 самолётов. У нас речь идёт о 10-20 истребителях. Даже если у нас будет 50, этого недостаточно. Мы защищаемся, и нам необходимо 128 истребителей. 128 самолётов – это три бригады истребителей, которые смогут предупредить ракетные удары России. Прежде всего, будет защищён Харьков, при обстреле которого Россия использует тактику многоволновых атак, обстреливая город и область вооружением разного типа. Самые массированные из которых – обстрелы корректируемыми авиабомбами. Об этом и президент Украины говорил. Это самая первая задача. А параллельно можно выполнять ряд других задач. И, как всегда, как правило, такие применения в боевой авиации, как раз выполнение нескольких задач может быть даже в одном полёте. Истребители от Дании и Нидерландов – первая волна поставок, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И уже ведётся работа над поставками второй волны. К слову, речь идёт не только об F-16, но и о МиГ-29, которые есть на вооружении у союзников Украины. Я не могу поделиться маршрутом самолётов F-16. Когда их увидим в украинском небе, то я думаю, что все вопросы будут сняты. Мы обещали, что летом 2024 в украинском небе будут сражаться F-16. И это обещание выполнено. Это только первая волна. На самом деле нам нужно больше самолётов. И вопрос поставки и поступления первой волны F-16 уже решён. F-16 – это многоцелевой истребитель, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям. Эти самолёты могут нести ракеты класса воздух-воздух, воздух-земля, корректируемые авиабомбы и кассетные бомбы. F-16 способны сбивать крылатые ракеты, могут дать отпор российским бомбардировщикам на фронте и сами наносить удары, чтобы поддержать наступательные операции ВСУ.